Всем привет! Во втором туре я играл с одним из организаторов турнира Виталием Игису Виталию очень тяжело Он с утра занимается детским турниром Он занимался всеми проблемами всех приглашенных участников При этом он очень любит играть в шахматы Но понятно, что фантастически устает В общем, я играл немножко не точно Давайте начнем французская защита Я решил сыграть Е4 И вариант Винавера Здесь один из первых моих тренингов на канале Был как раз по французской защите Началась пандемия, мы изучали французскую и каракан Но вот вариант с ходом ферзь А5 То есть вариант Винавера там тоже был Вариант с ходом ферзь А5 Я когда-то сам играл черными И помню, что на ферзь А4, помимо основного хода ферзь Ж4 Помимо каких-то других ходов Есть прикольное продолжение Вадья Б1 Ой, ферзь Б1 Идея в том, что у меня где-то есть партия Сыгранная 20 лет назад Со мной играли А6 И после ферзь Б3 Мы перешли в приятный для белых хэншпиль Ход А6 все-таки там ослабляет черные поля еще Вот, Виталий сыграл С4 Ну и здесь очень простая игра У белых пешка аж бежит вперед Аж 5 хочет вообще при случае добежать до А6 Но, как бы, при коне на Ж8, наверное, не очень А вот в ответ на конь ЖЕ7 или на Ф6 Хочет показаться на А6 После А6 Ну, здесь, наверное, грамотнее всего было поставить коня на Е2 Чтобы при случае он мог идти на Ф4 Ну и Ж4 Слон Е3 Слон Аш3 Ф4 План белых очень простой Потом коня на Е3 Слона на Ж3 И проламываем Ф5 Я решил, что можно через Ф3 проходить И, ну, вообще, движок ставит пешку на Ж4 Чтобы быстрее коня Аш4 И все-таки пешку Ф запускать Я решил, что торопиться нет смысла Место слона все равно на Аш3 И Виталий здесь чуть-чуть поторопился с ходом Ж5 После АЖ, ФЖ Движок вовсю смеется над этой позицией Говорит, что у черных колоссальная проблема Слон Ж4 Грозит Ферзь С1 Допустим, ладья А2 И спешка А6 Большие неприятности Движок опять же говорит, что неплох перевод коня на Аш3 Вот На 3-0 он рекомендует играть Ферзь Б2 Но Ферзь Б2 мне вообще ходить не хотелось То есть Вполне нормальной была игра Слон Е3 Король Д2 Вот это мне кажется очень И черным не обойтись Без хода Аш5 будет Пешки С3, С2 Белые защитили Ферзь готов идти На другой фланг Позиция черных достаточно неприятная Я погорячился Я пошел в конь Ж5 И после кони в 6 Ну этот ход я просто зевнул У меня стало хуже Ну еще не хуже Но Сейчас пара ходов И я добьюсь Этой оценки Значит Ладья Аш8 Ладья Аш8 Движок пишет, что надо ходить Ферзь Б2 И если Е5 То меняться на Д7 И бить на Ж5 Ну там за пешку у черных Шикарная компенсация Я сыграл Король Е2 И сейчас Виталий Пошел Конь Д8 С идеей Е5 И взять на Д7 Ферзь А движок Ну правда На небольшой глубине Рисует, что Е5 И черные стоят лучше Я собирался В этой позиции По-моему Бить на Ж5 И после Ферзь А5 У меня совсем Неприятная позиция С пешкой на Д4 Серьезная проблема Хода Ферзь А5 Я просто не видел То есть где-то придется Стоять пешку на Ф7 Вот Но Блин Но играть ДЕ Вообще не хочется Потому что После Д4 Ну как-то Ладья А1 И Ферзь Б1 Рискуют не войти в игру Да То есть над этой партией Мне нужно будет поработать Более серьезно То есть вот Последствия хода Конь Ж5 Однозначно вопросительный знак Но Уставший Виталий Сыграл Конь Д8 Перевел Коня на Ф7 Я еще Ферзь Б2 Вместо Слон Е3 Пошел Слон Е3 Король Д2 Каким-то образом Непонятно У меня выпало Из поля зрения Ферзь Б2 Но у меня была идея Смахнуть по Ладье И после того Как это удалось У меня позиция уже лучше Но Что могли сделать Черные Они должны были Конечно На Ферзь Б2 Снова проламывать Е5 И эта позиция У них Пожалуй Получше На Ладье Аж 1 Е4 То есть А что я собирался делать Неужели Бить на Е5 А бить на Д5 Я по-моему Собирался Но тут Слон Ж4 Шах Как-то Ф3 Играть страшно Из-за Ладья Аж 2 И потом Ферзь Д7 Что-то моего Бедного короля Матует Очень много Фигур Лишняя пешка Ф6 Вообще Не имеет значения Слон Ф3 Играть еще страшнее Хотя бы Из-за Ферзь Д7 И снова По белым полям У меня серьезная Неприятность Слон Ф3 Гирит единственный ход И черные Обменяются И ходят Ферзь С6 Да То есть Вот так вот Уставший организатор Турнира Который там Я видел Откровенно у него В какой-то момент Ну хотелось спать Вот Хотя он старался Не показывать Это Ну Так вот Меня переиграл А потом потерял Нить игры То есть Вот усталость Король С7 Дал разменять Ладьи Сыграл опять Чтоб Ферзь на Б4 Не выскочил И после Ферзь С1 Но тут уже Не имеет значения Как белые будут играть Черные потеряли Много темпов И у белых Уже Существенный перевес Просто лишняя пешка Никаких атак По белым полям Нет Но тут еще Последовала потеря Примерно так Темпов 4-5 Вот Начиная с Король С6 Так Вместо Слоны В3 Я пошел К Король Ф1 Король на С6 Конечно Ужасно Но я Придумал Такую Короля На Ж1 Слона На Е5 Кстати Ход Движком Откровенно Не поощряется Говорит Надо Сразу Было Слон Ж2 Что Слону Делать На Е5 Я Боялся Что Мне Скинут Е5 И какую Нить Блокаду Организую В какой-то момент Ферз С6 Е5 Слон Е6 Бред Какой Ясно Что Таких Блокад Не бывает В общем Слон Е5 Но все равно У белых Получше Брать На Е5 Нельзя То есть А Виталий Потерявший Нить Игры Видите Такой Маневр Короля С С6 На С6 Осуществил Теперь Снова На Б7 То есть И только В этой Позиции Сообразил Что Ферз На В общем Вот Белые Выиграли Пешку Ж4 И дальше Позиция Белых Выигранная Ну Надо ходить Герит Ферз Ф4 И Ферз Ж4 Потом Где-то Менять Ферзей Я Я Сыграл Слон Д1 И Виталий Сам Предложил Мне Их Разменять Трежок Это Одобряет Но Разницы Нет Кто-то Из нас Все равно Ферзей Разменяет Мне Нужно Было На А3 Допустим Привести Вот В какой-то Момент Я увидел Знаете Игру Вот Такого Типа Значит Ферз Ф4 Ферз А6 Ферз Ж4 Ну Типа Я не хочу Менять Ферзей Ну И Вроде Король Д7 Сейчас Хотим Пойти Ферз Д2 Но Вот Тут Ферз Бьет Е6 И Слон Ж4 Мат То Что Я Увидел Такой Мат Это Мне Очень Сильно Помогло В дальнейшем Но Если Б Виталий Не Дошел Правильную Игру То Наверное Помешало Бы В общем После Этого Размена Я решил Что Место Слона На Е7 Король Д8 Ну Как бы Все правильно Только Надо Где-то Ф4 Ж4 Поставить И Выбрать Правильный Порядок Ходов Как мне Кажется В общем Я пошел Ж4 Вроде Это Неточность Слон Е8 Ф4 Король Д7 Теперь Если Слон Е7 То К сожалению Конь Ж8 И Конь Бьет На Ф6 Поэтому Приходится Нападать На Коня И Пограшивает Все время Ж5 И вот В этой Позиции Виталий Мог Сделать Ничью Вот Таким Забавным Ходом Ж5 И если ФЖ То Конь Ошвусь Белое Вынужденно Играет Ж6 Но После Конь Бьет Ж6 Я вообще Не понимал Как Мне Пробиваться То есть Если При Пешке На Ж5 Конь Встанет На Ж6 То Это Просто Крепость Далее Белое Черное Чешут Ногу Король С6 Король Д7 Не обращая Внимания На действия Белых Вообще Не обращая Слон Д1 В лагере Противника Зайти Не может Вот Ну а Здесь Появляются Какие Иллюзии Хотя На мой Взгляд Это Именно Иллюзии Без Ж5 Не обойтись Слона Придется Пока Что Через А6 Перевести На Е5 Потом Где-то Надо Короля На H5 Вести То есть Король Ж4 Слона На H2 Может Быть Шансы На Пробитие Крепости Есть Вот Но Вот Только Такой Вот Игрой Виталий Сыграл Конь Д8 И у Меня Король Побежал Вперед А Здесь Я Проломил Креп Попытался Проломить Крепость Черных Путем F5 Но пока Слон Е7 Хороший Ход И F5 Тоже Отличный Ход Мы Разменялись Сильный Ход Слон F3 Первая Линия Король Прикован К пешке D5 Ну и Осталось Сделать Совсем Немного Осталось Пойти Условно Говоря Слон H1 И На Слон D7 Король Проходит На G6 Да Черные Как бы Перестроились Но Сейчас Слон Через F3 Ну или Можно Сразу Со Слон F3 Начать Вернуть Его Король Идет На G7 Слон Идет На H5 И Черные Сдаются То есть Два Слона Это Сила Я Решил Что Я Выигрываю Ходом Слон H5 Снял Удар С Пешки D7 И Оценочка Стала Плюс Равно Но Я Посчитал Вот Такой Вариант Слон H7 И Сейчас Виталику Надо было Играть Виталию A4 И Как ни Странно Белые Не могут Постоять Противников Цукцванг Я Собирался Играть Слон G8 Странно Почему Это Не Цукцванг Ну Давайте Глянем A4 Слон G4 F4 Король G4 А F3 Наход И Король Выскочил На Свежий Воздух В связи с чем Успешно борется С моими фигурами То есть Я не могу Проникнуть В лагерь Черных Это крепость Слон Е7 Дурак Вынужден Заищать Пешку F6 Вот Но тут Мне повезло Виталий Увидел Что Пешку F Можно Отдать И Поторопился С ходом F4 Король G4 Но Фишка В том Что Если Вот здесь Виталий Заметил Что На запланированной Им F3 Последует Вот этот Мат На F5 И Запаниковал И вместо Коня H8 С шансами На ничью Я собирался По моему Давать Шах На F5 Бить На F4 Но Движок Смеется Говорит Конь G6 Шах И Сейчас У тебя Съедят Говорит На Е7 Не мог Я такого Запланировать Движок Говорит Что Надо Менять Слона На Коня А Это Как Вы Сами Понимаете Шревато Тем Что У Черных Будет Крепость Будет Или Не Будет Конечно Вопрос То Может Я Через Е8 Д8 Давайте Глянем Немножко Конь H8 Короли Ш5 Конь Ф7 Вот Движок Пытается Идти Почему То Через H4 И Это Страшно Смущает И На Конь F7 Делает Какие То Странные Ходы Неужели Крепость Давайте Король G8 Конь H6 Король H8 И На Конь F7 Король Е8 И Проскакал На Конь F5 Тоже Король Е8 На Конь На Конь F5 Наверное Нет F7 Нет Конь H6 Но Вот Это Да Король Проскакал На D8 Все Выяснилось Что Конь Никуда Уйти Не Может На Конь F7 Слон F5 Мат На Слон H5 Король G5 Вилка На Слон F7 Король G5 И Поймали Коня На Король D7 Слон F8 Конь F7 Слон F5 Шах И Отогнали Короля И Потом Слон Идет На Е6 И Король Тоже Проходит К Пешке Ну И Здесь После Где-то 10 минут Раздумий Черные Сдались Вот То есть В этой Партии Я Сделал Один Несколько Откровенно Слабых Кодов И Если бы Мой Противник Не был Таким Уставшим То Наверное Я бы Не Вы Всем Спасибо Да Надеюсь Что Следующий Ролик Я тоже Запишу Что Сыграю Успешно До свидания